Привет, друзья! Сегодня замечательный и очень интересный психолог Вероника Степанова нам расскажет очень важную штуку о том, как пердеть. Поехали! Ну что ж, ребятки, сегодня я буду учить вас, как пукать незамерно. Наконец-то я терпел 35 лет. Наконец-то можно расслабиться. Не просто расслабиться, с позволения авторитетного психолога. Так что будьте аккуратнее. Я понимаю, вы по другую сторону экрана, но все равно, на всякий случай, предупреждаю. Я терпел 35 лет. Соответственно, сейчас информация будет полезна очень для, просто для каждого первого, да? Особенно для политиков, для людей, которые сидят на этой партии ЦК КПСС, заседают там по 15 часов и не могут выйти. Накушаются у себя в столовой красные икры, черные икры с шампанским, там... ЦК КПСС. Мне кажется, что коммунистическая партия, там главное труд. А типа пернул, ничего, не останавливайтесь, пожалуйста, продолжайте доклад. Потому что это и есть коммунисты старой закалки. Ну пернул и что? Это, знаете, либералы такие. О, я пернул, останавливайте съезд. Сворачивайте съезд. Люди рабочие, трудовые, вот как мозоли у них твердые на руках, крепкие такие, как броня, броненосца. Потемкина. Такая же и... Ну и пердок у него тоже, рабочий. Сразу чувствуется не какой-то либералишка в узких джинсиках. И пюк, и пюк. Бабах, трибуну отнесло. Слегка так, бам, так покатилось. Ничего, верните трибуну обратно, кто не упал в омрак. И мы продолжим. Там про рожь, про пшеницу говорить. Удой. Пукнуть незаметно. Во-первых, здесь есть два очень важных момента. Во-первых, это звук. И во-вторых, это запах. Значит, сразу скажу, если... А, вот почему все всегда знают, что я пюрну. Потому что когда я пюрну, это слышно в уши. И запах чувствуется. Запах говна. Вот почему. Теперь я знаю. Два пункта. Разобрали. Если вы будете брить свой анус, будете брать бритву и выбривать анус или там какими-то полосками выдергивать. Я буквально стоп нажимаю. И такое ощущение, что другое видео начинается. Тут жесть каждые пять секунд. Просто во-во-во-во. И вот так вот делаешь. Просто как будто другое видео уже смотришь. Только что говорили про пердеж. Тут уже про брить ануса. Тематически недалеко. И да и телесно недалеко практически. Там же. Но как бы тема-то совершенно другая. Подождите, подождите. То есть хочется вернуться в другое видео и посмотреть. Итак, а как мне решиться по брить анус, если я? Ну обычный мужик нормальный. Обычный нормальный европейский мужик. Как мне взять и начать брить анус? Как принять эту мысль? Как принять себя таким? Чем ты занимался? Тебе либо солгать, либо нужно неестественным напряженным там сказать. И я брил анус. Дедушка. Эх, сломала тебе Европа, Эльдарка, вы. Обдергивайте вокруг ануса все, да, вот эти волосеночки. То ваш пук будет очень таким звучным. Для того... А, амортизационно-пневматический эффект. Пердежный амортизационно-пневматический эффект. Это важно, как бы, да. То есть создается завихрение определенное, да. Ну, как сказать... Глуш... Меховой глушитель, назовем это так. Да, все, видео такое будет. Это видео, как пугать? Все, не спрашивайтесь меня много, ребят. Когда красивая женщина рассказывает про пердеж, это я не знаю. Почему тут даже миллиона просмотров, кстати, нет. Это очень странно. Чтобы не было этого звука, значит, лучше анус не трогать, не брить, не выдергивать оттуда волосы, не мазать никаким депиляционным кремом. Не надо. Анус должен быть заросшими волосками. Волосками заросши должен быть. И желательно, если ты это контролируешь, то постарайся так, ну, как-то, знаете, как-то, чтобы, чтобы волос, как сказать, чтобы волос колосился. То есть не просто прямой выбыл, а вот колосился там. И на конце какая-то, знаете, баба хрома шла, да и вначале, чтобы ввился посильнее, чтобы колосился, короче. Тогда пневматический эффект, резонация выше, звуковая волна ломается, и меньше людей слышат, почувствуют. Ну и почувствуют меньше, потому что, да, как об стену, да, волна идет, как бы, ну, это физика, не знаю, там, девятый класс, наверное. Волна идет в волос, волос, как колосящийся ее, вот-вот колосящийся волос, а вот не колосящийся. Бам, прошла туда дальше и вонью в нос на свидание девушке. А вот стена волосяная, да, колосящийся, плотная. Бам, остался, может быть, даже назад вернулся. В носке этот запах, не запах, а воздух будут нейтрализовывать, как бы, они не будут делать, не будут давать ему исходить очень звучно. Чем больше волос, тем меньше звука, имейте это в виду. Дальше... Это важно, да. Но не используйте чужие волосы. Типа кто-то... Не покупайте волосы для этого, просто отращивайте, ну, то есть не сбривайте об этом разговор, не покупайте анальный парик. Нет, не надо делать анусный парик. Во-первых, это не изобретено, а если изобретено, то мною сейчас, а во-вторых, непонятно, как это скажется на гигиене и, ну, как называется, на флоре анальной, на кишечной флоре. Ну, непонятно, что там с волосами. Может быть, запыление флоры, и тогда никакие тебе волосяные гушители пердежные не помогут, и тогда убабахаешь весь дом, так сказать. Для того, чтобы, ну, например, вы все-таки сбрили свой анус, и нет никаких волос для того, чтобы задержать этот звук. Можно как бы почесать пупу, отодвинуть одну булочку, и тогда получится не пердануть громко, а шептануть. Но это только в том случае, если пуп у вас не горячий. Если вы чувствуете... Мне даже говорить ничего не нужно. Я поэтому за это люблю видосы Вероники Степановой. Красивая, артистичная женщина, образованный психолог, интересный. Рассказывает так потрясно, даже про пердеж рассказывает. Просто потрясно, ты все в одном. Это как если бы в Гриффинах снимались, не знаю, Ванесса Ротгрейв. Не знаю, но Телепортман. Как если бы они в Гриффинах снимались в прямом смысле, если бы это экранизации были. Даже не надо им ничего говорить. Отлично. Я даже забыл, про что она говорила. А, да. Раздвинуть. Ну, то есть, так сказать, убрать реверберацию. Возможно, некоторые физические термины я неправильно использую, но вы понимаете, о чем надо. Вот реверберацию надо убрать, чтобы волнами... Ну, поняли. Сейчас. Более развернутый, верни-ка. Что это? Горячий пук после какого-то гороха, бобового супа или прочей, значит, капусты. Ну, или если ты влюблен, например. Да, кстати, да, гормоны выделяются, надпочечники работают, когда ты влюблен. Зрак расширяется, смазки больше, и в том числе пук становится горячим, потому что от горячего сердца. Потому что воробей сердечный подпердывать помогает, а он пердит как рабочий. Вкусные какой-то предыстории, то пук идет горячим. Ни в коем случае горячий пук не надо выпердевывать, вот так выпердовывать ярко и громко, да, потому что здесь уже дело не в звуке, здесь дело в запахе. Ну да, да. Горячий пердеж, он даже, я бы сказал, опасен не... Ну, как орудие массового поражения, такое, что как бы помни, что ты всегда в зоне поражения сам находишься очень сильно. Ты не... Ну, либо нужно на бегу это делать, либо во время езды на мопеде. Это уже второй момент. Значит, для того, чтобы нейтрализовать вот этот жуткий, пердежный какой-то яйцово-капустный дикий запах, а бывают самые разные истории, посмотрите... Да, бывает, что люди объедятся капустой с яйцом, и идут к тебе в гости, не отрастив предварительно волосяной глушитель. Есть же какие-то нормы, вежливость в конце концепциях. Друзья. Видите, что нужно сделать? Допустим, вы сидите на заседании, да, на заседании, у вас рядом должна быть какая-то кофта, или какой-то, значит, шарф. Пердоглушитель. Вы берёте так, как будто бы или одеялка... Попадай мне, пожалуйста, пердоглушитель, то есть свою кофту, а то я что-то под замёрз. И все-таки порачиваются к тебе. А, он нашу одежду как пердоглушитель использует. Понятно, почему воняет говно от моего новенького свитера за 8 тысяч, от моего новенького худи за 8 тысяч рублей от авторского. Какой-то такс. Или за 80 от коньи Уэста с искусственными протёртостями, дырками. Я его купил за полторы зарплаты, но ты его пропердел. Теперь я его ношу и всегда помню, что это пердоглушитель за 80 тысяч. Попа не должна куда-то, значит, суетиться. Всё, замерли. Но в этом состоянии надо просидеть довольно долго. Потому что даже если вы резко встанете через 5 минут, тут может такой омбре, вот этот шлейф, за вами пойти, так сказать. Да, понимаете? Там ещё после сидения он идёт медленно в спинку. И если кто-то вот так вот флиртуя с тобой на спинке твоего сиденья такой на тебя смотрит, ай, Эгдарчик, ай, красавчик. И такой, вот он ещё почувствует. Но обычно кто флиртует с тобой, у него запас симпатии ещё большой и пердёжный эффект, пердёжная мина, нельзя будет это назвать, что она сработала. Потому что он как бы, да, на твоей стороне. Это дружеский огонь, назовём его так. Он на твоей стороне. Он не поднимет бурю, да, не объявит мораторий, как бы не... Внеочередной саммит он не будет собирать по поводу того, что ты пердёж безостановочно. Типа опрофанится. Соответственно, длительным образом лучше не шевелиться. Но предварительно нужно делать пробные дозы. Вот так перданули чуть-чуть, пукнули где-то процентов на 20, хотя... Процентов на 20, да, целую... Я не знаю. Как долго тренироваться, чтобы пердеть на 20%? Я не знаю, я либо нет, либо да. Мне кажется, большинство людей так. То есть это такой начальный уровень, любительский уровень такой. Да, как я не могу пнуть в девяточку, например. Я могу просто херануть по мячу. Либо не пнуть вообще. Кто-то может, кто тренируется. Сколько нужно тренироваться? Есть ли гимнастика какая-то? В описании надо посмотреть, кстати. Может быть, и есть. Я хочется пердануть на 100. Нельзя так рисковать. Терпите. Сначала надо пердануть на 5-10%. Перданули на 5-10%? Выпустили так вот так? Да, когда ты чувствуешь войне рядом с другом, такой, это были 5-10%? Или это было финально? И если это была начальная, вот этот вот такой пердотизер, пердопрома, то бегите оттуда. Бегите. И бегите, когда вы уже на бегу, когда уже встречный воздушный поток есть, только тогда. Только тогда. говорить ему, все, сбрасывай остальное. Чувствуете так? Нормально, незаметно. Все. Ну, не знаю. Мне кажется, если по чуть-чуть, то и ты так в течение дня это делаешь, и у тебя, возможно, притупился на по чуть-чуть. Вроде нет. Все такие, чувак, чувак, ты же, мы же договорились. По чуть-чуть. И потихонечку, спокойненько, распердеться. Почему я говорю, что это очень важно? Казалось бы, выйдя в туалет и перни. Нифига. Пока человек идет до туалета, пук уже убегает. Я называю это фа-фантомный пердеж. Фантомный пердок. Потому что ты такой сидишь, например, да, точно, он есть, вот он. Он реален, как реальный человек. Как будто обменять свой пердок, можно сказать, здорово, дружище. Пойдем прогуляемся до туалета. Где я тебя и оставлю? Да. Ну, не говорите такого другу, обычно. Мы не говорим другому, такого пердежного другу. Ты с ним идешь, и потом доходишь, а он оп, и куда-то исчез. Магия. Пердомагия. Возможно. То же самое, я описываю, то же самое эффект фантомного пердежа описывает верника Степанова сейчас. Поэтому пердить обязательно нужно своевременно. Просто надо научиться это делать. Ну, это эгоистичная система пердопроперживания. Такое, знаешь, подстилаешь себе соломку такой. Почему ты в туалете это не делаешь? Потому что, вообще-то, есть фантомные пердки, с которыми ничего нельзя сделать в туалете. Перди в туалете. Еще что? Может быть, еще какать в туалете? Ну, ладно. Там мало кто умеет это делать. Все то же самое в самолете. Летят люди 12 часов. И что вы хотите сказать? Можно не пердеть? Еще как? Ну, пердеть люди ходят в бизнес-класс. Обычно. Типа, ты такой, встал, такой размяться, такой зашел, такой, ой, я перепутал, это же бизнес-класс. Да? Да, такая-то бизнес-класс. Хоть тут пердеть, уйдите, пожалуйста, в свой эконом. О, 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 извините. А это, в ту сторону, ну, или, тут, когда в ту, ну, и ты уходишь, но уже как бы все. 12-часовой, а там, там, конечно, там, конечно, очень все. Это эффект, когда люди из бизнес-класса такие, пожалуй, предлагают с кем-то обменяться в экономе. Они такие, эй, ты, хочешь в бизнес-класс? Хочешь в бизнес-класс? Хочешь в клубнику с шампанским? Вот давай начнем мой вопрос так. Ты хочешь клубнику с шампанским? О, у меня для тебя прекрасное предложение. Но там воняет говно. Ну, из-за вашего же, эконом-классовки. В самолете это ровно так же. Спинкой прижались к спинке кресла, плотно прижались, попочкой прижались, делайте так, чтобы не было никаких отверстий. Сверху положили или подушечку, или одеяло, да, подоткнули немножечко. Можно попросить, можно мне пледик? Вам пледик для того, чтобы пропердеться или вы замерзли? Такой, мне не нужен пледик. Так что, заранее пледик, берите, чтобы с собой пердоплет. да, он занимает какую-то часть места, четверть чемодана, ребенка. А у ребенка весь чемодан. Поэтому ребенок не берет с собой вещи в отпуск. Зато вы, вместо всех его вещей, он берет шорты, футболку, в которой летит Турцию. Зато, вместо его чемоданчика маленьком, пердоплет. он воняет, но как бы зато ребенок чувствует участие свое в поездке, это его вклад такой, да. А вещи там, да, ракушек насобираешь из них себе, сделаешь что-нибудь там, типа, тапки. Так у себя по бокам. И опять же, дали бздунка на 5%, потом на 10%, потом на 15%. Понятно? Вот и все. Ну не знаю. Верника Степанова считает, что большинство людей жопа как, как знаете, у окулиста такой тренажер, который позволяет выяснить, какое у тебя зрение, да, и там столько всяких настроек, да, по-моему, не так. По-моему, это очень долго йогой, какой-то, какой-то перда йогой нужно заниматься. Такой, я настолько хорош в йоге, что я могу пернуть на 7,5%. Точно. Идеально. Такой, такой перда ювелир. Вот это основные, так сказать, моменты. По поводу звука я вам объяснила, как это сделать незаметно. А еще можно делать вот таким вот образом. Мой свекор активно этим пользовался. Вы можете громко кашлять и одновременно пердить тогда может быть... ее свекор Питер Гриффин, да? У нас у всех этот свекор есть. неслышно вот этого вашего, значит, этого пердежа громкости, да? Кашлянули, пернули одновременно? О, нифига! 6,5 минут она засмеялась, она наконец-то не выдержала. Она 6,5 минут даже глазом не повела. Бздунки, пердунки. даже в первый раз на первый раз она вышла из образа. Ну все, все, ну ладно, это слишком нужно. Усмехнуться нормально, потом уже слишком. Простите, пожалуйста. Видите, всему приходит конец. Я устала делать это с серьезным лицом, это прикол, конечно. Но мы... Ох, Вероника, это прикол, я думаю, многие в комментариях, ну не под этим, но под другими видео часто не понимают разницы, поэтому, возможно, значок нужен, прикол не прикол. Говорится, извините меня, не боги, мы все пердимы, это нормально. Это правда. Так что пердите на здоровье, друзья мои. Что вы прямо пердун какой-то конченый, бывает тучные люди и распердятся прямо ужас. То это так сказать... бывает все-таки пердуны, что они пердят так много, что ты даже забываешь, что этот человек когда-то не пердил, да, он безночный пердит, и ты привыкаешь к звуку и к воне просто, да, и он у тебя ассоциируется. То явно какие-то идут уже, значит, проблемы с желудочно-кишечным трактом, вот и все. Возможно, надо пропить бактерии. А что значит систематически? Сколько надо кубометров выпердить, чтобы поставить диагноз систематический пердол? Какую ты должен мочь вы-выпердить тональность, арию, Шопена, чтобы сказать, о, вы систематический пердол? Или если вы зашли в магазин, то вы так, смотрите, как бы попердываете потихонечку и вот так передвигаетесь по магазину, попердываете и передвигаетесь. Я думал, это я придумал. Я думал, это я придумал. Все, как будто это не... Ну, многие так подумать могут. Раз, 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 пердоли где-то и побежали. Это было в фильме Чувак, я люблю тебя. Так, из грифна, из чувака, я люблю тебя. Тихонечку кончики находим, отслеживаем. Что Вероника смеется? Это же важная, серьезная тема. Что Вероника так... Давайте там уточню, почему Вероника так ненатурально смеется. Ну, ха-ха, ладно, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это немножко слишком. Я вас люблю, Мэй. Как и с пердежом, со смехом должен быть баланс, да, гармония. Котики, я вас целую, дорогие мои. Пердите на здоровье, пердите беззвучно и не палитесь, но помните, что, несмотря на то, что вы получаете знание о том, как пердеть незаметно, это знание, это оружие. Пользуйтесь им осознанно. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok,